Начиная с июня 2019 года в Самаре зафиксировали большое количество нарушений, связанных с нанесением и обновлением дорожной разметки возле образовательных учреждений. По словам общественников, только за полтора года в области произошло 22 ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу у школ. Мы за то, чтобы сакцентировав внимание должностных лиц на этой проблеме, уделить этому максимальное внимание и добиться, чтобы уж где-где в районе школ, где дети от 1 по 11 класс учатся, была создана такая инфраструктура, которая позволяла говорить о реальной безопасности. Благодаря активистам ОНФ этой проблеме уделяют самое пристальное внимание. До конца января 2020 года в администрации города сформируют единый перечень, включающий в себя аварийно-опасные участки и все места концентрации ДТП. Чтобы устранить недостатки и установить предупреждающие знаки ограждения, а также обновить дорожную разметку, в бюджет заложили серьезные деньги. На нанесение линии дорожной разметки на 2020 год запланировано 70 миллионов рублей. Это 93 840 квадратных метров. Из них 50 пластик, 50 краска в процентном соотношении. На установку пешеходных ограждений в 2020 году потратят 33,5 миллиона рублей. На дорожные знаки 4 миллиона 400 тысяч рублей. Разметку должны обновить до того момента, как дети пойдут в школу. Со сроками уже определились. Зебру нанесут до конца июня. Городские власти и сотрудники ГИБДД следят за безопасностью не только на дорогах, но и во дворах. Ежегодно в городе увеличивают количество так называемых лежачих полицейских. Я думаю, что в течение трех лет мы все абсолютно школы, которые имеют выход на внутрепортальные проезды, оборудованы с дорожными неровностями, и эта проблема у нас будет решена. В следующем году ревизоры проверят все проблемные участки до начала учебного года. Подрядчикам, которые занимаются содержанием дорог, придется устранять недостатки качественно и в срок. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Анатолий Головко, Максим Гусев, События.